Всем привет! Сегодня мы познакомимся с талантливым танцором и тренером Артемом Вегерой. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Артем, расскажи, пожалуйста, свои достижения. Я очень много участвую на белорусских чемпионатах, международных чемпионатах, которые проходят в Минске. Меня номинировали на премию Bizon Awards «Молодое открытие» в прошлом году и в этом году тоже номинируют. Мы с моей командой позапрошлом году, я решила сделать свое шоу, и мы поехали во взрослую номинацию, где было очень много взрослых команд. Мы просто смотрели на них, мы думали проиграем, мы заняли первое место. Это был чемпионат Челс, малая группа, взрослая номинация. В прошлом году мои девочки, которые занимались у меня год, в номинации «Юниоры начинающие» на чемпионате заняли первое место из 23 команд. Это очень достойный уровень. В соло я занимал первое место на чемпионатах Dance Fantasy 2018-2019. С командой мы ездили в Москву и на чемпионат Project 818 и заняли пятое место из 19 команд, вроде бы. Вот. Но в Москве это очень достойный уровень. Играет музыка. А как тебе удается совмещать в школу и тренировку? На самом деле это очень просто. Главное правильно распорядить все свое время, и тогда времени будет хватать и на танцы, и на учебу, и еще на репетиторов. Вот. Но я не понимаю родителей, которые запрещают своим детям из-за учебы заниматься любимым делом. Ты молодой тренер. Скажи, а твои ученики относятся к тебе как к тренеру? Да, они меня уважают. Они даже... Ну, у нас в студии заведено, что у нас всегда по имени просто называют преподавателя. Вот. А у меня начинашки мои, ну, те, которые занимаются первый год, они на «вы» говорят «здравствуйте». Вот. То есть уважение есть. Угу. А сколько лет ты вообще занимаешься танцами, и почему именно они? Танцами я уже занимаюсь восемь лет. Почему именно танцы? Потому что в танцах я чувствую себя комфортно. Я могу сказать то, что я не могу сказать иногда словами. Угу. А в каком направлении ты танцую? Я танцую. Ну, мой родной стиль — это хип-хоп. Но я могу танцевать и хип-хоп, и джаз-фан, и вакинг, и вог, и если попросят, даже контемпс танцую. Вообще говорят, что чтобы танцевать, нужно чувствовать ритм и обязательно иметь музыкальные слова. А могут научиться танцевать те, кто лишил этого дара, кого нет услуги? Могут научиться танцевать все, кто захочет. Главное — стремление, желание. Кому-то это просто дается сразу, а кому-то нужно будет приложить максимум усилий для этого и очень постараться. А есть ли у тебя кумиры, вообще люди, которые тебя вдохновляют? На самом деле меня вдохновляют очень мои ученики, когда они рвутся, стараются, и видно, что они хотят, и тебе хочется дать им больше, хочется научить их большему. Вдохновляют танцоры, которые тянут культуру танца. Например, Зак Милан, Кинзо Альварес, Девин Соломон. Эти танцоры очень крутые, и они продвигают культуру танца во всем мире. А так такового кумира нет. Когда-нибудь участвовал в баттлах? В баттлах, да, участвовал в баттлах, и первые места в баттлах тоже занимал, но я больше люблю хореографию, чем импровизацию. А танцуешь как, в соло или в команде? Я танцую, вообще люблю больше танцевать с командой, потому что командой не так страшно, командой ты чувствуешь поддержку, ты выходишь на сцену и чувствуешь себя частью чего-то большого, огромной семьи, вот. И сольно я тоже танцевал. А были ли когда-нибудь у тебя казусные ситуации во время выступления? Были. В прошлом году у нас был прыжок в номере, и на этом номере я потянул в этом прыжке ногу, вот. Но пришлось танцевать до конца, потому что мы профессионалы, и мы, если у нас случаются какие-то казусы, то мы делаем вид, что все нормально, все хорошо. Включает вопрос? Да, мы просто, да, внимания не обращаем, дотанцовываем до конца, потому что мы не можем подвести команду. А вообще, вот перед выступлением нервничаешь? Сначала... Как ты с этим чувством? Ну, нервничают все, когда выступают, это нормально, волнение всегда есть, оно должно быть, вот. Очень нервничал первые два года, а потом уже, когда ты выходишь, ты кайфуешь от того, что ты делаешь, вот. Но и из-за того, что у нас очень большая поддержка в танцах, очень дружная команда, из-за того, что тебя ребята поддерживают, ты, когда выходишь, у тебя уже этого волнения, так, такого и нет. На бариту и к себе домой, выбери на бариту и к себе домой. Залетаю на бит, будто бы мы домой, шереметь и вови, будто бы мы домой. Я на заднем кузове, в атаке, восьмой, залетаю, как я, залетаю домой. Мы тупо факами тыкали перед треками бой, такими дикими треками пели перед ловой. Я залетаю в ту каль, залетаю в петель, залетаю в Дубай, будто бы мы домой. В круг мы влупаемся, уууу, мы полупаемся. В круг мы влупаемся, уууу, дуп-дуп-дуп-дуп-дуп. Я пьяный, молодой, в бары как димой. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла- Многие танцоры берут в себе псевдоним. А ты когда-нибудь задумывался о том, чтобы взять себе какой-нибудь книг? На самом деле, неважно, какой у тебя псевдоним, неважно, в чем ты одет, важно то, как ты танцуешь и как ты хочешь преподнести это людям. Если я буду круто танцевать, то меня люди будут знать, как Артема Вегеру. То есть ты не собираешься брать себе какой-либо книг, да? Нет. А есть ли у тебя желание открыть собственную школу танцев? На данный момент нет, но в будущем, конечно, есть желание открыть что-то свое, что-то донести людям, что-то сделать, вклад какой-то в этой жизни. На твой взгляд, какими качествами должен обладать человек, который живет танцами? Человек, который живет танцами, он должен стремиться, у него всегда должна быть целеустремленность, всегда должна быть очень силовая воля должна быть, потому что очень многие сдаются, когда им становится тяжело. А от того, что нам тяжело, мы становимся только сильнее. На самом деле у нас 21 век, и девочки могут жестко танцевать хип-хоп, а мальчики могут очень женственно танцевать джаз-фаном. Поэтому неважно, какого пола, если ты хочешь, ты добьешься. Я вот снова повторяюсь, если у тебя есть желание, если есть стремление. У нас есть группа, в которой люди танцуют за 30 лет, у некоторых людей по 2-3 ребенка, по 2 работы, они находят время на себя и танцуют, и это очень круто, что люди саморазвиваются. Планируешь ли ты участвовать в танцевальных шоу? И есть ли вообще перспектива в этом направлении? Танцевальных шоу, конечно, можно попробовать. Вот, например, танцы на ТНТ, тот же московский проект. У меня там участвовали знакомые, Юля Косьмина, Саша Русецкая. И я понимаю, что даже если я не пройду в этот танцевальный проект, я не очень расстроюсь, потому что там больше... Ну, это шоу. Там не берут больше за то, что у тебя хореография крутая или постановка. Там могут взять за твою историю, за то, что ты красивый, за то, что ты умеешь играть на камеру. То есть постановка? Постановка, да. Артем настолько талантливый тренер, что может научить танцев кого угодно. Вот теперь мы это и проверим. Ножко приседаем, поднимаем ножки, ручки у нас идут к плечам. Потом ставим обратно правую ножку, идем уже в другую сторону, ручки снова идут нахуй. Потом к плечам. Вот. Это у нас четыре счета. Пять, шесть, семь и... Раз, два, три, четыре. Дальше. У нас ножка опускается, корпус тоже опускается вниз. И ручки у нас делают... Раз, два, три, четыре. Вниз. Еще раз. Пять, шесть, семь и... Давайте сначала. Раз, два, три, четыре и вниз. Пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь и восемь. Давайте чуть быстрее попробуем. Пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь и восемь. А сегодня нам довелось пообщаться с приятным человеком и талантливым тренером Артемом Дегерой. Всем пока! Давай пятене. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok